Выбрались на заимку. Пора ставить гнезда. Время 7 часов утра, мы уже крутим. Правильно, зарядка? Дима всех поднял. Зарядка. А сегодня у гнезда? Есть повод. Сварили такие платформы установочные, о которых тогда упоминали. Где они тут у нас лежат? Сколько на сколько на демплощадка? 50 на 50. Не, 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 площадка. Площадка 120 на 70. Ну это по своему усмотрению можно их разные делать. Ну да, можно круглые. Круглая труба дороже. Суть в том, что это будет на гнезде стоять и насаживаться потом будет гнездо вот так вот на основу. После забивания платформа присверливается к доске посадочной. И вот уже одно гнездо сделано на основе деревянной. И есть как бы небольшая зона для посадки птиц. прикручивается. Она вязальной проволокой. Сюда притягивается. Сюда продевается. Вот. И держится очень хорошо, да? Скажи-ка что-нибудь. Подержи. Преимущество квадратной трубы. Вокруг оси не будет крутиться, да? И почему лучше ставить на основу. Именно не куда-то там на деревья. Потому что и зверь не сможет добраться туда. Хищник когтями не залезет. И гнездо будет устойчиво линии горизонта. То есть если утка будет садиться, а у нее посадочная скорость там, я не знаю, то есть, ну, все равно она будет давить на один край гнезда больше, чтобы оно не перевернулось. Если вы на пенье какое-нибудь просто положите, утка сядет и гнездо это опрокинется. И яйца выкатятся. Поэтому надо делать гнездо, если будет устанавливать не на трубах, как мы делаем, а просто на что-то, то нужно его привязывать, фиксировать, чтобы оно устойчиво была линия горизонта, вертикально, горизонтально. Вот. А мы сделали, вот решили по фэншую, как говорится, сделать. Будет столбик. Вытащи, кстати, один столбик, нам нужно с собой брать. Покажем, как это будет выглядеть. Забор можно дома поставить. Ты не рассказывай, главное, точки, где они будут стоять. Это люди приедут и вытащат столбики на забор все. Не поленятся приехать. Тридцать столбиков, кстати, будет стоять. Давайте. Вот столбик. Самый столбик. Вот. Два метра. Забивается столбик. Ты сначала вставь, а потом подними просто. Столбик этот забивается в ил. Гнездо ставится. Таким вот образом оно будет стоять. Вот. Это наш сказок старый. Надо будет летом подновить его. Сетки. Отвалился. Стяг, кстати, выдержали. Ну да, ставить надо будет. Сейчас вот сюда прямо левее забуривается и будем ставить. Субтитры сделал. вот выбрались на место установки гнезда как мы его выбрали и вообще несколько советов мы это делаем впервые поэтому как бы опыт пробный и все относительно будет все будет видно когда уже пройдет весна и утка сядет на гнездо или не сядет все будет видно со временем но пока у нас водоем вот вопросы уже идут и комментарии к остальным видео как поводок там будет влиять подъем воды и затопит гнездо не затопит мы устанавливаем там где заранее знаем максимальный подъем воды какой может быть если конечно у вас там поводки то не ставьте тогда на парке тут вопрос как бы я считаю нужно смотреть по возможностям подальше относить не обязательно прямо на воде стать вот здесь вот где мы сейчас стоим хороший год бывает воды где-то по колено последние года здесь вообще воды нет а вода вот начинается видно где сейчас вода идет но еще лед стоит еще пользу ходить можно за крайки отходит уже вот и береговая линия вот такой камыш тростником примерно мы будем устанавливать в эту точку запланировано 10 гнезд поставить будем ставить где-то зависимости здесь вот ручеек выходит на ручейке поставим там ручеек выходит на ручейке поставить ну что выводки как утины не мешают не будем через пять метров ставить эти гнезда и прям вплотную 10 стук не поставим выберем метров 200 там не знаю 300 друг от дружки до площадь такую чтобы километр хотя бы закрыть правильно даже больше километра вот и ставим здесь в годе общего пользования опять вопрос был как другие охотники будут относиться людину каждый будет относиться в меру своей совести как у кого у кого какая-то свой будем надеяться как бы на понимание если встретит это гнездо не будет долезть и его разорять скажем вот сейчас попробуем поставить забить штырь и оставить такое расстояние чтобы зверь не мог допрыгнуть туда например хищный там куница или еще как норка может залезть туда чупакабра поэтому столбику вообще сложно будет залезть когти в него не впиваются ворона опять же вопрос мне задавали как ворону надо же маскировать наоборот гнездо надо ставить так чтобы она была приподнята от земли от хищника и при этом было заметно для утки то есть не поставим такой тростник вот дим покажи тростник плотный такой не залезем туда не забьем и не поставим там садись кто его увидит никакая усть его не найдет нужно ставить на более-менее открытом месте такой бочежок поставили здесь это все этот тростник этот весь камыш он все летом весной начнется все это подниматься будет такая акватория что вот так у будешь стоять тростнике это просто сейчас весна все пожухла посохла самом деле здесь будет высокая трава и сейчас в этот период на поставить так что путка это могла заметить а потом уже гнезда то будем все равно снимать на зиму у нас будут съемные то просто их меньше трепало погодными условиями будем пробовать вот забиваем ты принципе думали что земля будет перемороженное но но она действительно снизу еще не поставила но пробивается нормально этой трубой довольно сколько она двухметровая у нас где-то сантиметров уже 50 забили туда примерно ну то есть вот еще несколько ударов сделаем чтобы самое главное будете забивать смотреть чтоб не заплющило чтобы у вас верхняя проставка если будете делать съемные встала нормально нормально наверно больше не думать хорошие сейчас возьмем наши гнездача гнездача свитая свитая гнездача на такой вот платформе первая и все вот теперь надо туда подстелить ей травы мы решили использовать местную не сено а именно то что вот здесь вот растет такой осот не осот сама сама как говорится не маленькая может себе нарвать вот такая вот трава она везде растет вот красота получается что у нас гнездо на этой трубке не крутится и относительно горизонта нормально стоит вот можно еще или потом вы может прихватить саморезом а можно не заморачиваться вот такое гнездышко делайте гнезда не только потребляйте но еще и делайте чтобы что-то чтобы дичи становилось больше пока